всем здравствуйте я рада что вы сегодня снова с нами будете гулять спасибо вам за ваши комментарии за ваши слова очень приятно читать всем желаю хорошего просмотра и хорошего настроения а мы сегодня через горсад приветствую вас пройдемся до мор вокзала мы сегодня не одни сегодня мы гуляем я гуляю с двумя внуками со старшим это сын моего сына и с максом сегодня посмотрите моего старшего внука так мы сейчас гуляем до обеда вот такой у нас горсад до обеда люди есть не очень много до понедельник а вчера мы были опять на пляже уже не снимали но народу было очень много еще в обед сохраняется вот до вечера такая жаркая погода вечером уже чуть чувствуется видели те фигуры саша идемте пройдемся вроде да там что-то написано да она саша ну прочти нам максимка ну идите прочтите там что-то внизу написано видите одесса это не совсем город это улыбка бога дальше максим что там написано чуть-чуть так оно написано нечетко так сейчас бабушка оденет вторые глазки одень и почтем можно много сказать хорошего об этом значительном очаровательном городе подумайте город в котором легко жить в котором ясно жить одесситы бывают рассеянные и сосредоточенные рассеянные они рассеянные по всему миру сосредоточенные и сосредоточены только в одессе это сказал михаил звонецкий прекрасно светлая память тут хоть пятьдесят одесса все равно в одессе будет тесно владимир высоцкий посмотрите на одессу с моря рай посмотрите с берега то же самое леонид утесок столько лет волна скучала в этот берега гипчалы столько лет его качала что другого ритма нет голосам людей сначала только море отвечало этот город не летал и был написан таксанет михаиле немало есть мест где кастаны цветут где плещется море и солнце не ждут словно милость но именно тут понимаете именно тут я вырос шоферан я думаю что те кто родился и вырос в одессе все гордятся этим мы все твои одесса дети в любых краях и в странстве от любых в Олевске может быть на всем земном саре жизнь и течет но что касается одессы то за это поручиться нельзя сам стандин залив стук есть город который я вижу во сне самая знаменитая фраза да такая еще песня это из гимна гимн одессы это из музикла белая акация спасибо светлана анатольевна внуки не очень помогли пришлось читать сами пришлось бабушки все прочитать обычный день в горсаду обычный летний наш день в кафе люди сидят неспешно прогуливаются много приезжих зеленотрест работает тихо спокойно и красивые цветы на фонарях везде и возле оперного и на дерибасовской я знаю что вот этот цветок традисканция у нас дома тоже такой был мы зашли в макдональдс сейчас купим с собой разные вкусняшки дети захотели и будем на теплоходе кикататься и они будут лакомиться макдональдс и всегда море людей море и и и и и и и и Так, одну уже выдали. Максимка, дай Саше каркасочку. Дай Саше. Что вы взяли, латте? Нет, это айсамерикана. Так как находится жарко, поэтому взяли тебе айсамерикана. Немножко обладиться. Как вы не знаете, будет все. А вот на этом месте, это большой грузичный магазин. Мы сюда приходили еще, когда Асаночка была маленькая. Как это улица называется? Это только Маркса. И именно вот такой площадь занимала грузичный магазин. Я вот только в детском мире помню. Да, очень большой был. Асаночка маленькая была, когда мы сюда ходили. А потом закрылся он, да? А потом он закрылся, я еще с Юрой приходила сюда. А потом он уже закрылся. Очень хороший был такой дитя. Детям он очень нравится, любил бы сюда ходить. Я сюда ходила маленькая. Это вообще мне первую игрушку, которую я запомнила. Мне мама здесь купила плюшевый мишка коричневый. Я всю дорогу сама несла домой. Класс, супер. А потом закрылся, потом еще что-то здесь было на этом месте. А сейчас уже другой... Сейчас одежда. Одежда. Была другая одежда. А теперь эта одежда... Ну, то есть ты меняешь, периодически меняешь. А здесь на этом месте была быстрая китобойная флотилия. А что там было китобойная флотилия? Ну, это китобойцы, когда уходили в рейс, приходили с рейса. То есть это их была... А, как контора, да, такое? Да, база китобойной флотилии. Ну, и сам мы, конечно. Ой, Боже. То есть у нас сейчас тоже очень много этих баз, именно моряков, где они документы оформляют. Это была база китобойной флотилии. Великолепному, красивому зданию. Возле ресторана Моцарт. Сейчас так любят декор разных кафе. Пианино поставили. Именно старый такой, а не новый. Или вот как мы были в уточке, но, да, кафе у них там тоже. Интернет. Красиво. Зашли в оперный театр. Сейчас купим билеты на завтрашнее представление. Бабушка пойдет с детьми. У меня на завтра запланированы дела. Ну, я не смогу. Ну, хотя бы вам покажем сейчас файер. Завтра пойду с внуками смотреть в оперном Алиса в стране чудес. Все, программу минимум мы летнюю выполнили. Сейчас пойдем на катера покатаемся, на катер, в театр, чтобы детей наполнить, да, духовно. Надо наполнить детей весным позитивом, чтобы мы спросили на учебный год. Такой огромный якорь. Это вот здесь раньше был морской музей. Вот так они его и не запускают. Не открывают, и мы здесь и не побывали. Продвигаемся на Приморский бульвар. Где? Здесь было время истекло? Когда? На день города, может? Не помню. А где мне надо открыть? Вот там. Ну, в общем, я не знаю. Да вообще, Лимон, я не знаю. Да, в общем, я не знаю. Продвигают. Приглашают артистов. Или на Потемкинской собираются люди, а сцену делают на морвокзале. Сейчас посмотрим. Так вот, вышли на Приморский бульвар. Люди отдыхают. Очень спокойно в это время. Здесь происходили раскопки и нашли черенки. И сделали такой артефакт. Да. Там мы тоже уже снимали, тоже начали копать. Вот возле Потемкинской лестницы, да, вот справа. И тоже нашли артефакты. От древнего поселения. Да, денежки бросают сюда. Всё, давайте. Задастись, мы с нами всё. Табличка «Фильм индустриальный офис». Это сейчас проходит кинофестиваль в Одессе. 14 по 22. Да, было открытие в оперном официальное. И как бы я лично поздно узнала, если бы я узнала, я бы приехала на открытие. Смотрела. Фестивальный как бы у них, где проходят фильмы, это в мускомедии. Как-то они так называли. Да, показ. Мама, мы на фуникулёр или... А ты, Максим? По лестнице? Так, есть. Встречаемся внизу. Мальчики пошли по Потёмкинской. Мы найдём, спросим, есть ли... В Аркадию, да? В Аркадию, да. Я бы хотела. На автобусах в Аркадию. Я бы хотела, чтобы мы поехали на этом автобусе в Аркадию. Уважаемые 10-ти и гости нашего города. Вы не можете, как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите. Много приезжих. Мы узнали, что в Аркадию отсюда билет 400 гривен, приблизительно два с половиной часа экскурсия. Полтора часа туда, мы едем и час обратно. Это вам на удачу. Как это называется, мама? Звук? Гудок. А, гудок. Вот. Гудок парохода. Гудок парохода. Идём на фуникулёр. Одесский фуникулёр с 1902 года по 1969. Каскад экскалаторов с 1970 по 1997 и уже наклонный лифт с 2005 года. Несмотря на сохранившееся прежнее название, технически современный одесский фуникулёр – это двойной наклонный лифт, где каждая из кабин движется независимо от другой по своему собственному пути. Время пути – три с половиной минуты. Работает фуникулёр с 8 утра до 11 вечера. Сейчас пройдём через пешеходный переход. Устанавливают сцены. Часто именно на потёмкинской лестнице. Так, здесь тоже такой переход. Этот закрыт. Людей много. Да, здесь раньше магазинчик был, сувениров. Вышли на морвокзал. Мы были, когда тогда я снимала зимой, да, корабль в стулетний заходил. Здесь людей вообще не было. Пустынно было. Вот здоров, Максимка. Туристов много. А сейчас, да, а вот лагерь ещё какой-то. Я и сюда. Да. Детки с лагеря приехали. Такой сразу ветерок приятный, да? Мы уже чуть-чуть, я не знаю, как вы, но я уже чуть-чуть... Морской ветерок, да. Борис, я уже чуть устала. Сейчас отдохнём. Сейчас отдохнём. Коморально. Австралия. Вот так называется или он из Австралии. Дубай, Панама. И Александрия. Как буксиры такие. Вон хаджибей стоит. Раньше там были дискотеки, мама. Ты помнишь на хаджибее? Ну, это вечером, да? Да, да. Вечерние дискотеки были. Но они и сейчас есть. Жалко, что в Лузановке перса нет. Раньше из Лузановки можно было доехать спокойно. На катамаране, да? Да. При том, можно было доехать... О, смотри. Ух ты! Это кто это? Саша, как это называется? Нет, Саша, как называется? Дрон. У меня такой? Дрон. 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 Всё, отходим. У тебя есть такой? Ну, был точно, я отломался. Мальчики увидели, тут огромные такие медузы. Сейчас мы ближе подойдём. Может быть, снимем. Лайма Вайкуля приезжает к нам. Вот те сто семьдесят и по двести. Помните, здесь караунд был? Да, мы тоже были. Угу. Я на нём даже не видел? Угу. Угу. Мы тоже, да. Угу. Угу. Проходишь краской, резиной. Угу. 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 А потом тот следующий. Ой, какие медузы здесь вам покажу. Вот, кто боится в море. Вот где медузы. Угу. Смотри, какие медузы, Максимка. Эти медузы запрещены. Они все живые. Видишь, как они? Очень огромные медузы. Все, моют, моют. Пошли на второй этаж. О, отлично, спасибо. Спасибо, прямо Максимчик, иди. Хорошие места такие. Так, да, нам надо было взять шампанское. Здесь такое прямо и бутербродики с красной икрой. Музыка приятная. Ну, Максим себе вот кое-что съели по дороге, кое-что здесь. Убрали трап. Сейчас будем трогаться. Какие они огромные. Ой, как прекрасно. Все до медуз. Полное море. Ой, чайки так близко. Очень приятно. Морской бриз. Много чая. И плавают близко, да? Параховил. Чайки в перемешку с медузами. Чайки в перемешку с медузами. Передаем вам привет Сашиной семье. Субтитры делал DimaTorzok Гранит, Сотрудники, БУЛАТ и ПАТРИОР Есть еще медузы или уже там остались? Максимка, ну посмотри. Есть медузы? Нет уже? Ой, смотри, какой большой корабль. Длинный. Даже края не видно. Грузовой. Грузовой, да? И подводная лодка вверху, посмотрите. Красная. Оранжевая. Морская охрана. Катера морской охраны. А тут старый такой, ржавый. Как называется? Маткинг. Маткинг. А для чего он? Светится ночью, да? Спасибо большое. Люди знающие, не то что оксана. Оксана. Не то что оксана. Не знаю, что это папера, а не буйок. Нам еще мальчик встал. А вот поселок Котовского, да? Да. А вот, кстати, большая высотка видно возле метро. Молодая гвардия. Вот она же сюда видно. И вот поселок Котовского, Крыжановка, да? Потом что там идет? Лиски. Фонтанка. Да? Но этот дом, он отовсюду виден. Ты посмотри, какой, да, выстроили. За городом там далеко. Возле метро, возле молодой гвардии. Дом обозвали Чорка. Потому что без балконов одни окошечки. Вообще, окошечки вот такие. Да, окошечки маленькие, не панорамные. Ничего. Море, море прямо. А как они на часу? Не знаю. Я люблю, да, на свежем воздухе сушить по возможности. В лагере тоже на катере катались? Да. Но этот быстрее едет? А там вы откуда? С лагеря отправлялись на море на катере вас? Да, на лагере там. Там лиман отделяется от моря, да, еще есть? Медузы появились на такой глубине. Вообще громадные. А это уже парк Шевченко, да, мама? А, вот Дельфинари и пляж Затрада. Сейчас мы увидим, Одесский маяк. Первый был построен, он был деревянный, в 1845 году. Чугунный маяк был построен в 1863 году. В 1888 маяк значительно перестроили. В 1941 он был разрушен при обороне Одессы. И уже современная башня была построена в 1954 году. Есть еще экскурсии на маяк. Вот мы уже 40 минут, но время пролетело как мгновение. Как будто минут 20 прошло, когда катаешься. И на этом не было экскурсии. В следующем году пойдем на тот, если все будет хорошо. Как называется Август Пикар. Ой, смотри, какая лодка стоит деревянная. А этот, смотрите, какой он наклянился, как этот хаджибей. Он неровно стоит, видишь? Размонит. Таким образом. Те, кто может Climbarespondent. Ой, сейчас опять медузы появились, а там мы прям не видели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok